Кто они, наши стейкхолдеры, и что к ним нам нежно надо относиться. Инга Моисеева, генеральный директор Anno Development Group. Инга, с огромным удовольствием передаю микрофон. Всем добрый день и добрый вечер. Как очень далеко от экрана сидишь, тебя плохо видно, ты какая-то мелкая. Так я еще сейчас включу презентацию и, возможно, отключу видео, потому что, коллеги, не поверите, я подключилась послушать Наташу Широкову, как истинный фанат, а у меня погас рабочий интернет. Причем это проблема на стороне провайдера, никакие провода не помогли. Я на мобильной точке, возможно, придется на какое-то время видео отключить, чтобы вам было видно презентацию. Интрига создалась с продюсером этого марафона. Мы просто обсуждали вообще, что еще не обсуждено про стейкхолдеров, и что вы еще не успеете обсудить до момента, когда я подключусь, поработав еще с коллегами из Новосибирска до этого. И я как-то ляпнула вот такую фразу, как говорится, ляпай так ляпай уверенно. Вот, в общем, ляпнула уверенно, и это взяли в название, пришлось соответствовать. Поэтому про что я сегодня? Собственно, про ту самую нежность, но я, простите, меня буду вас просить со мной быть вместе в этом, потому что мне важно понять, и как вы на это смотрите. Вот нежность у вас с какими словами ассоциируется? Могу вас попросить в чатике накидать вариант, пожалуйста. Нежность. Вот просто первая ассоциация. Бережность, любовь. Точность и соблюдение обязательств. Какая нежность. Уильная. Милота, забота, доверие, внимание, бережность, стабильность, безопасность, уважение. Да, все, правда, чат GPT нам тоже про это говорит. Я как нынче модно обратилась к нему с этим же вопросом. Думаю, ну что он нам скажет? И он мне выдал такой результат. Я буду подглядывать, у меня тут шпаргалка есть. Люди могут ассоциировать нежность с такими словами, как любовь, уход, тепло, нежность, ласка, мягкость, забота, доверие, комфорт. На слове комфорт меня подорвало, потому что это в целом мое слово. Я за комфорт в жизни, в работе, в общении и во всем. И, в общем-то, когда я сегодня буду говорить про нежность к стейкхолдерам, это вот про нежность, которая дает ощущение комфорта. Когда ничто не то, что не бесит, а даже не намекает на раздражение в этом взаимодействии с этими прекрасными людьми. Ну и заодно у чата GPT я еще раз попросила уточнить, не появилось ли хорошего русского перевода слова стейкхолдер, потому что нынче это ругательно, в 25-м году практически будет запрещено так. выражаться, но пока можно. И напоминаю, что это, с одной стороны, те, кто в нас заинтересованы в той или иной мере с позитивом или с негативом, а также это те, кто на нас и на нашу деятельность может влиять. Тоже и с позитивом, и с негативом. Вот в этом контексте мы с вами сегодня и будем говорить. Сейчас я вам никакую Америку не открою, показав абсолютно стандартную нашу с вами среднестатистическую карту стейкхолдеров, где есть, ну, пожалуй, самые крупные игроки. Доноров я не стала делить на корпоративных, частных. Я думаю, что это все понятно. Доли, они тоже условно, это скорее те сегменты, которые присутствуют у нас с вами в жизни. Про это, я надеюсь, сегодня было. Если не было, Марина Евгеньевна, то точно подскажет, в какой части силы вместе это найти. Сто процентов это уже имеется вот в той самой ресурсной копилке, про которую она только что говорила. Но про что я? Я про то, чтобы добавить индекс комфорта. Это не научная абсолютно история. Это, так сказать, моя интерпретация, вольная вот того, про что я начала говорить, говоря к стейкхолдерам нежно. Тоже попрошу вас сейчас со мной про это поговорить. Что у вас при слове комфорт? Что первое для вас является определяющим, что вам комфортно или некомфортно во взаимодействии? Пока вы пишете, отвечу Марии. Мария, госорганы у нас могут быть пятым номером, в общем-то, могут быть в качестве донора, могут быть в качестве благополучателей. Для меня они здесь были в донорах, но это, повторюсь, больше шаблон, нежели чем обязательное. Можем добавить. Итак, комфорт во взаимодействии, удобство, доверие, желание вместе развиваться, стабильность. Ух ты, класс. Мы сейчас прям соберем такую картинку. Чатик же тоже сохраняется, да, потом текстовый. Мы же потом его сможем выгрузить. Отлично. Ага, приятное, приятное общение, да, я так понимаю, вызывающее ощущение того, что это было приятно. Можно докидывать, потому что это правда хорошая версия. Я вас томить не буду и на одном языке. Екатерина согласна. Вы прям угадали то, что будет в моем списке. Поделюсь с вами своим списком. Собственно, не буду его зачитывать. Я уверена, что вы видите экран. Это про в целом взаимную выгоду и в целом про взаимность. Да, вот этот win-win, тот самый правильный и честный. Не когда мы делаем вид, что у партнера тоже все хорошо, но на самом деле себе пытаемся как-нибудь что-нибудь побольше и получше урвать. Помните, как в свадьбе в Малиновке делили одежду? Это тебе, это снова тебе, это опять тебе. Вот не такой win-win, а настоящий. Безопасность во всех смыслах. От психологического до физического. И в том числе юридического, о котором Екатерина говорила. Потому что это сейчас правда вообще один из камней преткновения. И напомню вам, наверное, самый громкий, небезопасный кейс и случай, когда с доброй шрифтом, помните, что произошло, когда выяснилось, что авторские права не разграничены. И, в общем-то, покатилась по закоулочкам вот эта вот вся история, которая подпортила абсолютно красивую и классную компанию фандрайзинговую. Это схожие этические принципы. То есть тогда, когда мы понимаем, что, если честность, она вот такая. Либо полностью радикальная, либо хотя бы не вредящая взаимным принципам. Ну, без лжи во благо, как это бывает с детьми. Потому что вроде как, когда мы партнеры, мы уже не дети. Это ответственность. И то, как мы ее одинаково понимаем. Это история со схожими и удобными подходами к работе. Ну, вот как раз уже про соблюдение договоренности тоже было. И для меня это еще про дисциплину, включая пунктуальность. И если человек, не знаю, каждый раз приходит на встречу через 15 минут, приходит не готовый и не сделав то, о чем мы договорились сделать ко встрече и так дальше. И еще люди максимально открытые в коммуникации. Что я под этим подразумеваю? Когда можно сказать, вот прям как есть написать в рабочий чат и сказать, «Ребят, мы, слушайте, тут накосячили. У нас вот такое предложение по тому, как этот косяк исправить». И если коммуникация открыта в обе стороны, тебе скажут «Окей, нам вариант подходит, давайте так». Или «А может быть, сделаем вот так, и вы эту проблему решаете, не замалчивая, не пытаясь ее как-то запрятать под ковер, откуда она будет все равно очень таким горбом большим торчать. И в конечном итоге вас это точно рассоединит от нормальных и здоровых взаимоотношений. Ну и у нас в целом один язык коммуникации. Про что я говорю? Это про то, что если мы не материмся, не материмся в обе стороны. Если мы используем англицизмы, то это не доходит до абсурда, когда, знаете, иногда бывает с кем-нибудь из коллег из бизнеса общаешься и пытается, возникает какой-то такой диалог, сейчас воспроизведу на память. Нам нужно заилайниться ASAP, потому что дедлайн. Половина слов, там, когда ты первый раз в такой диалог попадаешь, думаешь, мы на каком простите языке, в каком языковом поле, и это вызывает дискомфорт. Вы помните, я говорила про комфорт изначально. И когда мы в целом синхронизированы по ритму и среде коммуникации, здесь про что? Есть партнеры, которых их руководители вынуждают в 11 ночи получить немедленно в воскресенье ответ на свой вопрос. Там вообще ничего не горит, никаких по-настоящему значимых и важных вещей, которые бы действительно говорили о том, что вот это то самое время и место, чтобы это уточнять. Нет, ну вот просто у них там планерка. Ну вот в частную очередь руководители любят проводить планерки. Так они и работают. И если мы с ними договорились, что мы в воскресенье на такие вещи не реагируем, вот вопрос восприятия, либо некомфортного партнерства. Среда коммуникации – это про что? Это вот как раз, чтобы не терялись ссылки, и вообще ничего не терялось, все, что зафиксировано, что у нас есть. То есть либо почта, либо телеграм, а не все каналы одновременно сразу, еще иногда позвонить, когда потом вообще никогда ничего не найдешь, о чем договорились, к чему пришли, какие следующие задачки в совместном проекте стоят. Вот скажите, насколько вам такое откликается, не откликается, и может быть нужно еще что-то добавить в этот индекс комфорта, потому что дальше с ним пойдем в следующую мою мысль. То есть помимо того, что вы добавили, это классные вещи, особенно там вот про стабильность мне нравится, хотя я в нее в последнее время мало верю, ну что ж поделать. Что еще насчет комфорта, коллеги? Боюсь вас утомить, двигаюсь дальше. Тогда если мы этот индекс будем раскладывать на нашу вот эту умозрительную карту стейкхолдеров, куда мы госорганы понимаем, что добавили куда-то пятым элементом, и если мы будем смотреть на свой комфорт и на комфорт стейкхолдера, вот на прям минутку, вспомните своих всех. Всех бы ли вы поставили в одну прекрасную зону, где все комфорты сходятся, или есть люди, которые вот на разных местах вот этой системы координат окажутся? Как думаете? Как у вас? Мне просто интересно. У меня вот точно не все в этой одной прекрасной зоне идеалистической такой мечты. Ответьте что-нибудь, а то я уже смущаюсь. Меня слышно ли? Все разные. Слышно, слышно. Да, Мария, спасибо большое. Все думают. Вот, тоже по-разному. Но это действительно по-разному. Больше того, я скажу, что один и тот же партнер может перемещаться из идеальных в вообще те, кого в черный список надо внести. И благо наоборот. У меня даже и такие прецеденты были, что отрадно, что люди из относительно там, ну не черного списка, но вот ближе к этой зоне, да, вот к этому левому нижнему углу, перемещались в очень-очень хорошую, комфортную историю. Зависит от людей, зависит от внутреннего, внешнего контекста и внутри, и снаружи. И вот, Ирина, вижу вопрос про, когда все это обговаривать и как все учесть. Можно запаркую пока под конец, потому что, ну, однозначного ответа нет, а поразмышлять буду готова в конце. Марин, попрошу тебя, если что, меня пнуть и напомнить с этим, ладно? Друг пропущу и не отвечу, будет обидно. Собственно, к чему я это веду? Вот если мы с вами представили, что группу каждого типа наших стейкхолдеров мы распределили вот по этим зонам, да, у нас окажутся, скорее всего, три средних сценария, с которыми мы с вами сталкиваемся. Это когда в нас заинтересованы больше, чем мы в ком-то и в чем-то. Когда мы заинтересованы больше, а в нас не так, чтобы очень. Ну и идеальная ситуация, когда есть равная степень интереса, друг в друге, и тогда это, конечно же, про комфорт. Тут хочется вспомнить песню про «мы выбираем, нас выбирают», да, дальше слова. Помните про все эти несовпадения и как с ними действовать? Ну, для меня это неоднозначно, конечно, что вот этих отбросить, за этими не бегать, да, и вот жить только с прекрасными людьми, которые на равных. Повторюсь, с течением времени это меняется. Даже не про к счастью и к сожалению, а просто так есть. Да, это вот такая жизнь, когда меняются приоритеты, изменяются задачи, и получиться можно по-разному. Мне кажется, здесь отлично работает правило, которое есть в нетворкинге. Цитату приписывают Роберту Киосаки, знаменитому инвестору, и он говорил следующее, буквально сейчас зачитаю. Оказывается, все в жизни просто. В жизни нужно иметь рядом три вида людей, которые тебя вдохновляют, но это чаще всего те, за которыми мы бегаем, которые будут за тебя радоваться, но для меня это про равных, и которые будут тебе признательны. Это, как правило, те, кто в нас заинтересованы. И вопрос, что мы не можем с вами одинаково выстраивать отношения вот с каждой из этой группы людей. И вопрос, где-то ограница той нежности, которую вы можете проявить по отношению ко всем, и особенно к тем, в ком, возможно, вы заинтересованы меньше, чем они в вас. Тут ответы у вас есть. Я готова порассуждать вместе с вами, но в целом это про... знание и понимание того, комфортно или некомфортно тебе в этих отношениях, и что ты готов сделать, чтобы эти отношения продолжать, или как их, возможно, и когда прекратить. У меня, у самой в жизни, был один яркий очень пример, когда меня учили прямо искусно притворяться в коммуникации, делать вид, что тебе комфортно и хорошо, и вообще твой интерес столь велик к партнеру, что я поняла, что это меня просто, ну, не просто коробит, а даже где-то разрушает изнутри, где-то уже наступает на мои личные принципы. Ну, и я тогда выбрала для себя этого не делать, и пока это работает. Честность и искренность, когда можно сказать, что, ребят, что-то фигня какая-то, и у нас ничего не получается, давайте расходиться и сказать это коллегам из крупного бренда и разойтись, не поссорившись, но при этом и не делая вид, что все было прекрасно, и мы просто больше не хотим. Нет, вот правда пока еще ни разу не подводила, хотя это требует отдельных и сил и ресурсов, и частенько бывает неприятно даже самому себе признаваться в тех же собственных косяках, которые, конечно же, случаются, как и в любой работе, в любом партнерском проекте. Они бывают, из-за каких-то косяки, например, ты вынужден платить деньгами, ну, неся в буквальном смысле прямые расходы, но если ты, вот опять же, не пытаешься его скрыть, закинуть под ковер и делать вид, что ты вообще весь такой идеальный, как в запрещенной социальной сети, да, принято, то это разрушает ваши партнерские отношения еще быстрее. Вот таков мой опыт. Я им хотела поделиться с вами, поэтому в первую очередь призываю вас быть нежными к себе самим, помнить про себя, про свой ресурс и про то, что нежность другим, в том числе стейкхолдерам, вы можете подарить, когда вы сами к этому готовы и в силе. Вот у меня все. это у меня микрофон не включался никак, я заслушалась и не могу найти кнопку, где надо нажать. Коллеги, вопросы? Спасибо за позитив. А вопросы где? Ну вот был вопрос у Ирины, давайте тогда пока вернусь к вопросу Ирины, возможно, мы дальше спровоцируем это. Но повторюсь, у меня нет однозначного ответа, когда все это обговаривать и как это учесть. Это про отношения, наверняка кого-нибудь уже из сегодняшних своих коллег процитирую, сказав, что дает не организация организация, а человек человеку, любой ресурс. И это отношение с человеком. Не успела выйти, собственно, уже устала. Елена с нами разговаривает или не с нами? Нет, наверное, сама с собой. Можем ее? Все. Ага, спасибо. Вот, и вопрос, что это даже, наверное, не сразу прообговаривать. Я слабо себе представляю, если кому-нибудь из вас, с кем ни разу даже не виделось, приду и скажу, вот Наталья, простите, у меня в центре экрана, я поэтому к вам обращусь, Наталья, а давайте к друг другу нежно. Для меня это, значит, и список своих требований. Мне кажется, Наталья меня пошлет и, в общем-то, будет права. Потому что, если ко мне кто-то подойдет и скажет, значит, это так. Это про постепенность и про разумность, и про то, что если вы в целом понимаете, что партнерство начинается, можно потихоньку, кроме деловых вопросов, ну, когда вы договорили, начинаем тут, заканчиваем тут, действуем вот так, отчитываемся друг другу вот так, взаимно там обмениваемся коммуникациями, постами, репостами, вот таким-то образом. А, кстати, как вы смотрите на то, чтобы, да, там, канал и коммуникацию упорядочить, а как вы смотрите на то, если у нас не будет коммуникации голосовых сообщений с целью информационной безопасности, ну, и психологической тоже, да. Если что, имейте в виду, пожалуйста, что написать нам можно в любое время, даже ночью, но обратите внимание, что когда мы спим и когда мы заняты, звук мы выключаем и немедленно не ответим. Но как только увидим ваш сигнал, отреагируем немедленно. В случае суперсрочных вещей, пожалуйста, прям пишите большими буквами вот в таком-то мессенджере слово срочно, чтобы в пуше, ну, да, в этих сообщениях вылетающих это отобразилось, и мы поняли, что что-то горит, надо куда-то бежать, да, надо от чего-то прерваться, если это возможно. Что запасной контакт, если что, вот такой-то. А вы знаете, у меня там, не знаю, в пятницу будет отпуск, можно ли я не приду на нашу встречу, можно ли мы ее регулярную перенести. А хотите, мы вам вместо вашей странной и запрещенной всем там ссылки на неудобный телемост дадим ссылку на Zoom и будем использовать наш Zoom в нашей с вами коммуникации, потому что у нас он платный, там нет ограничения в 40 минут. Это вот через такие мелочи постепенно приходит. Возможно, мы когда-то придем к тому, что такой кодекс этики является приложением номер один к договору такому-то, но пока я этого не вижу. Мне кажется, что это не всегда зона формализации, а все-таки зона именно человеческого общения. Напомним, что нежность это не бизнес-язык, да, но мне кажется, без нежности просто автоматизированная прекрасная технология может убить всю душу в нашей работе. Я не знаю, видели или нет, по-моему, в причине чате буквально на днях обсуждали, что когда, ну, я обобщу в своей интерпретации, скажу, мы все научились делать маркетинг. Ну, вот прям так достаточно профессионально где-то с помощью провайдеров, и многих это стало раздражать, потому что ушла искренность, а появилась технология, когда есть воронка, лид, точка касания, сервисистема и так дальше. И вот за этим у кого-то, правда, потерялась нежность и душа, и люди отписываются друг от друга и так дальше, да, может быть, сохраняют рекуррент, но больше не читают рассылку. Ну, и таких случаев много, так что тут такой момент для обсуждения. Марианна, а что делать, если с тобой не нежно? Марианна, хочется сказать убивать, но это сейчас будет призыв там, да, к противоправным действиям. Ну, началось. После выходных это не нельзя, да. Но это первая эмоциональная реакция. так реагировать тоже не нужно. Внутренне про себя сказали убивать, остановились, проанализировали, почему мы так хотели сказать, а потом выясняется. Чаще всего нам не нравится то, то, что мы делаем сами. Так же, на самом деле. Нам, нас больше всего бесит то, что нас зеркалит. Это не популярная психология, это просто из опыта. Вижу много кивающих людей, да, поэтому, если хочется убивать, иди к зеркалу и смотри, что там надо убить в самом себе и где, что пошло не так. Был ли ты тем человеком, который эту ненежность спровоцировал? Увы, но чаще всего главный ответственный за ненежность это человек в зеркале. Как бывает, когда это не так? У меня недавно был случай без именной брендов, просто расскажу. У нас партнер нам решил, ну, я по-простому выкрутить руки и сказал, что у нас было неправильно в сентябре составлено, а пришел он к нам с этим в феврале. Надо все акты переделать, потому что там что-то не так. Я, конечно, допустила, что мы могли накосячить, как все живые люди. Мы провели целое внутреннее расследование, выяснили, что у нас все хорошо и поняли, что партнер на той стороне не учел некто переноса денег из одного периода в другой и в итоге, судя по всему, не закрылся нормально, когда сводил годовой баланс. Несколько кругов истерики было со стороны коллег без обоснований, потому что мы просили юридически обосновать, что не так. Но как бы если там у вас где-то кто-то на аутсорсе бухгалтерии накосячил, окей, мы готовы были пойти навстречу, чтобы сделать удобно всем странам. Нам предлагали вариант, который нас не устраивал, но который нас бы ментально подставлял, и мы бы оказались в дураках, но в общем-то создали бы себе ситуацию, когда в течение трех лет к нам по суду могли прийти и еще деньги забрать. Мы решили, что нам это как-то не очень нравится, и в итоге партнерство вот так вот как будто послалось. Мы в целом заняли позицию максимально этичную, в паблике никуда это не вынесли, нигде не стали про это громко рассказывать, поговорили там с курирующей организацией вот этих владельцев средств. Ответы тоже не получили, кстати, никакой обратной связи, но решили, что если уже июнь на дворе, документы опять же были в сентябре закрыты, и к нам уже с февраля больше никто не приходил, считаем себя вправе считать, что все закончилось и хорошо. При этом я по-человечески очень понимаю руководителя той организации, который, конечно же, защищал своих сотрудников. И, конечно же, человек вставал на позицию того, что его сотрудники правы, а мы не правы. На попытку диалога, что я в целом бы поступила так же и убивала бы, если что, потом внутри и не видно, но в целом как-то ситуация не выглядит, что мы не правы, никакой обратной связи не получилось. При этом мы недавно пересекались на каком-то стороннем мероприятии, по-моему, даже вот на РШГМ у Марины Евгеньевны в Москве, которая проводила, и это была вполне себе такая хорошая коммуникация, все друг к другу улыбаются, никто ни слова не говорит об этой ситуации. Но для меня это такой стоп в отношениях, но который не исключает того, что отношения возможно вернутся, изменится контекст, изменится ситуация, люди работу могут поменять, причем все с обеих сторон, все может случиться. Но вот ситуация такая ненежная была с потерей небольшого, но все-таки контракта для нас значимого и важного. Вот такая история. Не знаю, Марианна, удалось ли мне намекнуть на то, что в том числе можно делать, если с тобой ненежно. Спасибо. Я думаю, что да, намек понят. Многие закивали. И решения могут быть разными. В какой-то момент, если вы в позиции того, кто заинтересован больше, но я не знаю, если бы этот контракт стоил половину административного бюджета моей организации, возможно, я бы повела себя по-другому. Да, да, да. Ну и в этом отношении опять же у каждого вот этот граница терпежут. Надо тоже все время понимать, что резинка, ее можно натягивать, конечно, но когда-нибудь она лопнет. И поэтому, если с тобой всегда ненежно, то тогда надо думать, как выходить из этих отношений. И то же самое думать про себя. Если мы сами себя ведем очень часто ненежно, особенно тогда, когда люди от нас в какой-то степени зависящие, то тогда нужно быть готовыми, что и нам прилетит со всей силы. Это точно. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.